Здравствуйте и добро пожаловать на мою кухню, место, где происходят чудеса. Сегодня я снова в домашнем, потому что я не чувствовала себя так, как будто я хочу наряжаться для этого видео. Таня, ты что, совсем не снимаешь пижаму? Можете спросить вы. Да, я её не снимаю, могу ответить я. Я снимаю её только в особенных случаях, тогда, когда мне нужно куда-то выйти, и то иногда верх остаётся на мне. Лайфхак. И в случаях, когда мне нужно её постирать. Тогда я сижу, закутавшись в пледе, а потом у нас, слава богу, появился тамбл-драйер, то есть отдельная машинка для сушки вещей. Так что пижама сразу из стирки попадает снова на меня. Но не о стирке речь сегодня. Сегодня мы готовим мышь. Пройдём на мою рабочую поверхность. Для сегодняшнего рецепта нам понадобится такой набор продуктов. У нас есть картошка, отварная куриная грудка, отварная картошка, отварной морковь. Нам понадобится немножко сахара, немножко луковица, болгарский перец, сыр и, по-моему, всё. Я поставлю вас... Кстати, пока мы здесь. У кого-нибудь есть индукционная плита? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, почему вот до этого она была вот такая чистенькая, а потом, когда начала готовить вот в этой кастрюле, она написана, что она для индукционной плиты, то есть всё должно быть нормально. И... так, не обращайте, тут я курицу варила. И теперь она... вот это с ней происходит. Видите белые следы? Вот тут обоина вот такая белая. И я не знаю, что это и как это убрать. Я пытаюсь это чистить, мыть или что-нибудь с этим делать, и оно просто, типа, высыхает, и оно становится тоже таким же белым. Это из-за кастрюли, или из-за меня, или этой плитой, что они когда-нибудь пользовались этой в первый раз? Я не понимаю. В общем, помогите, если сможете. Так, а теперь я вас поставлю, собственно говоря, на эту же самую плиту. Здравствуйте. Я не знаю, видно ли будет меня или нет. Сейчас, я забыла рецепт. Блин, нам надо было замариновать лук. Давайте этим займёмся. Давайте так. Я уже сказала, что я в этом видео буду готовить мышь. Нам нужно сначала, первым делом, мы маринуем, чистим лук, и надо его поставить чуть-чуть замариноваться в уксусе, для того, чтобы он был мягеньким и таким вот кисленьким чуть-чуть. Обожаю маринованный лук, обожаю лук вообще, в принципе. Я когда спрашивала вас о совете, какие идеи для видео вы можете мне посоветовать. Здравствуйте. Если у меня не видно там наполовину, то я извиняюсь. Какие идеи вы можете мне предложить? Я, по-моему, спрашивала это на Хэллоуин. И много, больше, чем я ожидала, людей написала, типа, приготовь что-нибудь. Я была удивлена, это раз. И второе, с тех пор я задумалась о том, чтобы что-то приготовить, и, ну, я не знала, что. Обычно у меня фирменные рецепты это какой-нибудь десерт, например, брауни, мне очень нравится. Но мне пока не хочется их готовить, потому что, не знаю, просто не хочется. О, или печенье с шоколадной крошкой, обожаю. У нас в Киеве я никогда не могла найти шоколадную крошку, я даже пыталась заказывать ее в интернет-магазине. В интернет-магазине она стоила, она продавалась оптом и стоила гривен 300. И я не знаю, или я плохо искала, или у нас такое не продают. Но здесь, в магазине, я уже сегодня видела три пакета разных цветов, разных шоколадов. И все это, блин, вот за этим мне понадобилась бы, конечно, глубокая тарелка. Я до сих пор не купила никакую глубокую тарелку. Так, ладно, мы пересыпаем наш лук вот в такой вот судочек для мариновки. Как мы маринуем? Мы добавляем ложечку, сейчас я вспомню, ложечку сахара. Как бы это ни странно не звучало, я и подумать не могла, что можно мариновать в сахаре. Я не знаю, для меня это открытия какие-то. Засыпаем это сахаром. Досыпали. Добавлю еще чуть-чуть. История про сахар. В Англии какая-то проблема с ним. Я очень долго пыталась его найти, и везде я видела только этот, подсластитель вашей жизни. И вот что я смогла найти. Вот такой вот сахар. Но это, он называется только половина. И он здесь наполовину сахар, наполовину подсластитель этот. И, я не знаю, он какой-то... Это нормальный. Сахар просто... Мне всегда казалось, что подсластители сделают у них какой-то другой сладкий вкус, иной, чем у сахара. Ну, в общем, уксус. Уксус. Боже, святые колокольчики. У нас уксус тот, которым мы мыли плесень. Фу, он какой-то... С запахом дрожжей каких-то. Дрожжей. Сьютабл фур веганс. Ладно, добавляем ложечку тогда, собственно говоря. То давайте две. На глаз. Уксуса. И, по-моему, чуть-чуть соли. Да, чуть-чуть соли. Соли у меня тоже не было. Но я, так как я соль вообще ем только с помидорами, я никогда ничего в жизни не солю вообще, потому что я всё равно использую соус, зачем мне что-то ещё подсаливать. И я решила купить... Он стоил столько же по цене, сколько и 800 грамм соли, а здесь 110, и цена была одинаковая. Ну, это грайндер, который вот так вот делаешь, и он, короче, стрижёт вам соль. Что мне всегда нравилось, поэтому... Ну, она, конечно, херово стрижётся. Она очень... Типа она крупная, и она такой же крупной и вылетает по какой-то причине. Я сегодня себе уже десну и проколола. Я не знаю, сколько я насыпала. Ну, в общем. Такая смесь у нас получается. Берём это всё, перемешиваем. Не помню, надо ли накрывать, но я накрою. И оставляем это мариноваться. Теперь я помою руки, потому что там была плесень, возможно. А теперь посмотрю рецепт, потому что я ломила. Я не могу перестать есть Принглс. Они здесь сейчас по скидке. Я могла позволить себе Принглс... Никогда. А теперь они стоят фунт двадцать пять, чтобы получать... Всем большой привет. Одну мазочку. А сейчас они стоят фунт двадцать пять, и что в гривнах это примерно... Гривен сорок, наверное. Чуть больше, может быть. Что в целом тоже дорого для чипсов. Обдираловка какая-то. Но здесь, в сравнении с ценой на другие чипсы, это теперь нормальная цена на обычные чипсы. Поэтому пока есть скидка, я пользуюсь ей. У меня все сто. Мы будем резать курицу. Так, давайте добавим сюда соли еще. В нашу смесь. Да, конечно, очень удобно. Спасибо, что соль рассыпается повсеместно. Я на такое не подписывалась. После этого нам нужно порезать мелко курицу. Отварную грудку. Вообще, где я нашла этот рецепт? Я, когда мне скучно, я очень люблю смотреть, как люди готовят. С самого детства. Я, когда по телевизору в воскресенье ничего не шло, никакие мультики, никакие сериалы, шла вкусная или здоровая еда, или что-то такое с Юлией Высоцкой, и я не могла оторвать глаза от этой передачи. Это было, я не знаю, меня там гибнодизировали, мне кажется, потому что я включала, и я думаю, я хочу уйти, я хочу пойти гулять, я хочу делать что-то кроме этого, возможно. Но, с другой стороны, мне безумно интересно, что она сейчас приготовит, и как это все, и как она управляется с этой едой. И мне всегда вот есть мемы, всякие шутки, типа любой рецепт начинается с... Там, домашний любой, очень легкий, типа начинается с... Возьмите 300 грамм белужей икры, или что-то такое. И вот с Юлией Высоцкой как раз это вот было правда, и у нее часто были какие-то жесткие вещи, которые ты никогда в жизненной кухне у себя не найдешь. Тем не менее, она говорила, типа, ну, у каждого на кухне есть, берем, едим. Так вот, и эта любовь у меня никуда не прошла, я все еще обожаю кулинарные передачи, я посмотрела всего мастер-шефа, почти, кроме детей. И я смотрю иногда фудблогеров, они, конечно, не то чтобы очень что-то интересное готовят, или что-то такое, но порой, вот когда я ем особенно, мне хочется смотреть еще на еду. Я просто, может, люблю еду. К чему это все еду? А, к тому, что есть женщина, ее зовут Наталья Калнина. Калнина, да. В общем, у нее есть кулинарный канал, где она снимает короткие видео с рецептами, все по делу, никакого, это не блогерство, это нормальные взрослые рецепты, все по делу, пять минут, и вы можете уже сделать пирожки. Я по ее рецепту делала пирожки, кстати. Это были лучшие пирожки в моей жизни, они были такими нежными, я делала с яйцом и луком, и это просто невероятно. Я не помню, я написала на комментарии, что это очень вкусно или нет. Ну, в общем, суть в том, что я вот смотрю ее канал иногда, у нее очень, она взрослая женщина, и у нее очень приятный какой-то голос, такой успокаивающий, ты его смотришь, и так все хорошо. Блин, это тоже гипноз, все фэдблокеры, гипнотизеры какие-то. И вот я ее смотрю, и вот я недавно, вчера, точнее, зашла на ее канал снова, и там был этот рецепт, и я думаю, да, это то, что я завтра иду готовить. И вот я здесь. Я сегодня встала, между прочим, ради этого, в девять утра. Я в такое время, я вчера после монстра, если уже вышло мое видео про рисование, скорее всего, конечно, вышло, я там пила монстр много часов, и я не могла потом после этого уснуть до четырех утра, что меня очень сильно раздражает, потому что мне нельзя оставаться наедине с собой среди ночи. Я решила, что сегодня я во что бы то ни стало встану рано, чтобы сегодня пораньше лечь. У меня, у меня этот, батарея садится, поэтому я оставлю вас, если вы не против, вот так вот, поговорю спиной, одну минуточку, я сейчас зарежу курицу и вернусь к вам. Я встала, в общем, ради этого, в девять утра и сразу же пошла в магазин, чтобы покупать ингредиенты. И что же вы думаете? Я, естественно, думала, что я найду все. Точнее, нет, подождите, я наврала. Я как раз думала, что я много чего не найду, но нашла довольно много всего, то есть почти все ингредиенты, которые мне нужны были, но кроме таких вещей, как маринованные грибы, шампиньончики любимые. Я обожаю эти грибы. И здесь есть маринованное все. Вы найдете маринованную куриную лапу какую-нибудь быстрее, чем вы найдете маринованные шампиньоны. Просто шампиньоны лежат. Так может, возьмите и замаринуйте, и в чем ваша проблема? Там есть маринованные хот-доги, сосиски-хот-доги именно, для хот-догов. Есть маринованные яйца. Кто вообще ест маринованные яйца. А грибов нет. Я обошла два самых больших магазина, которые здесь есть, и ни в одном из них этого не было. Вот такое у нас стоквал майонез. Майонезы здесь от горой гриби. Тут нет никаких других соусов нормально. Тут есть куча индийских соусов, всякие чатни, всякие карри, все, что выжигает тебе внутренности. чили, всякие, короче, все, что острое. И кетчуп, и мазик. Все. Больше тут ты не найдешь нормального соуса. Не то, что у нас. У нас есть грибной, заливной, со вкусом буженины, со вкусом бургера, к бургеру, к грибной, я уже говорила, грибной. В общем, с ананасом. У нас такой выбор соусов, кетчупов, всего вот этого вот. А тут я, это просто невероятно найти себе что-то нормальное, поэтому вот единственное, что было, это, что приходится покупать в последнее время, это соус, ой, соус, кетчуп, барбекю, потому что тупо другого ничего нет нормального. Я не хочу, чтобы мне внутренности выжигло вашим чили. Я, кстати, гречку недавно попробовала. Еще один топик для разговора. А давайте-ка я вам покажу, что я делаю. Чего так это, встаю. А вы, как неродные. Надеюсь, вы не упадете. Вот так вот, значит, мы мажем все это майонезом сверху. Попробовала я гречку. Помните, я в каком-то из блогов жаловалась, что я не могу найти гречку? Я в итоге ее нашла и потом жаловалась на ее цену, потому что она стоит за небесные 2 фунта за 400 грамм. Это вам не 18 гривен за 4 пакета гречки, которые даже не замарают вам эту сковородку после того, как вы... Ой, сковородку, кастрюлю после того, как вы ее приготовите. Это гениальное изобретение. Это просто... Я не знаю. Это настолько облегчает жизнь. Я больше всего в жизни ненавижу мыть кастрюли после каких-то каш, потому что они у меня всегда пригорают к днищу, и ты в жизни его не отмоешь после этого. А эти пакетики просто спасают кучу времени и сил, и вообще всего. Здесь она, естественно, продается просто в пачке. Главное, чипсы они могут распихать в сикс-пак какой-то тупой, который вообще никому не нужен. Кто... Вам когда-нибудь было сложно с одной пачки с друзьями поесть? Это же сближает. Вы все суете руку в один пакет. Зачем эти мелкие, фу, мерзкие, там и чипсов кажется в три раза меньше, и ты вообще, фу, один сам по себе с этим своим уродским пакетом. Ну, в общем, значит, на это у них есть силы распихать это все по разным пакетам. А гречку они распихать не могут. Речка у нас продается одним здоровенным кульком, который потом пригорит. Так, но грибов у нас нет, они шли вторым слоем, поэтому мы, не дождавшись пятнадцати минут, отправляем наш лучок. Да, проблема с тем, что у меня нет терки. Так вышло, что я ее не купила, но готовить я все равно хочу прямо сейчас. Мне надо натереть и картофель, и морковь, и я ее просто порежу, видимо. Гречка. Вопиющие два фунта за четыреста грамм этой жижи. Я, значит, думаю, ладно, однажды, однажды я себе это позволю, пока не хочу, пока это слишком. И вот, я себе ее недавно позволила. И, друзья, это худшая гречка в моей жизни. Она, во-первых, когда сварилась, она стала белой, она осветлела, и когда ты смотришь на нее, я не знаю, ну, очевидно, это какой-то другой сорт, но конкретно ли называется она белая гречка какая-то или нет, потому что в пакете она довольно серая, обычная коричневая гречка. Может быть, посветлее, чем наша, но тем не менее. В общем, она вываривает цвет полностью, и она становится такой, цвета, как перловка, наверное, ближе. А, и она при этом выглядит еще очень... У вас когда-нибудь пропадала гречка? У меня однажды гречка пропала в мультиварке. Однажды. У меня столько раз гречка пропадала. Но однажды в мультиварке она стояла у меня месяц, наверное. В общем, я сварила, мне очень нравилось, но я не доела. И она у меня стояла так, и с каждым днем я все больше боялась ее открыть. Типа, я к этому была готова, чтобы, ну, взять ее и помыть. Но морально я не могла себе подготовить к тому, что я увижу и как там будет вонять. И поэтому я решила на месяц про нее забыть. Ну, неудивительно, что там завелись черви. И потом мне пришлось отмывать ее с кучи червяков. Было весьма мерзко. Приятного аппетита тем, кто кушает. И вот знаете, вот эта ферментированная гречка, когда она уже, она становится кислой и становится вязкой. Вот так, если ложку взять, то она вот так вот потянется за тобой слизью. Вот по цвету и по консистенции какой-то приблизительной. Вот так она и выглядела. Эта гречка только свежая. А на вкус, на вкус, она тупо как перловка. Наша гречка, я могу ее умотать полкилограмма сразу же одна в одно лицо и вообще не хрюкнуть. Потому что она, когда ты ешь, она у тебя расп... Я вообще снимаю, интересно? Я так распинаюсь про гречку. Извините за звуки раковины. Ну что, мы остановились? Она по вкусу просто перловка. Наша гречка тает во рту, она становится такой мягкой, и ты, когда ее жуешь, ты ее не чувствуешь типа как отдельными гранулами, что ли. Она просто превращается в кашу. А эта, она, ну вот, тупо как перловка, она остается гранулированной и твердой, и ты ощущаешь каждый этот шарик, и от этого ее так тяжело жевать, так тяжело ее проглатывать, она такая сухая, я ее заливала соусом, но это не помогало, и, в общем, я не знаю, что они себе думают здесь. они гречку нормальную походу в жизни не пробовали, то ли наша в черноземе растет, сразу видно. Так, у меня выключился ноут, поэтому больше рецепта я не вижу. Так, мы накладываем на нашу мышь. Блин, оно ничего не прилипает, как я вот сюда на жопную мышь могу наложить эту морковь, если она падает. паска по паска. Теперь, теперь, теперь еще хераксную майонезу. Последний слой, мы добавляем еще много майонеза. так, послушайте. Уроки мастер-шефа. Как у нее так это получалось? А, ну да, у нее не кусками все было, конечно. О боже, что я делаю? Так, это из мастер-шефа превращается в фактор страха. Смотрели фактор страха, кстати? Обожаю. Моя любимая, моя любимая часть, меня все другие вообще не интересуют. Это там, где они этот, где их заставляют есть всякую херню. Сейчас не буду говорить, а то сейчас сама обрыгаюсь. И вы наверняка что-то едите. Приятного аппетита, кстати. Как вам? Я глажу свою мышь? А вы здесь этот... Что едите? Интересно, кстати. Вот прямо в данный момент, когда я спросила это, что находится у вас в роту? Возьмем банку с майонезом прямо рукой, потому что почему бы и нет? Это Фрункенштейн какой-то получается. А я вся в майонезе. Если что, руки мыло. У меня все с этим нормально. Я трогала только одну мышь. И это ты. Ну и все это дело, теперь посыпаем вот таким вот сыром-чеддером. кстати, это же год мыши. Какая плотненькая. Ух, вы бы пощупали. Я свою мышь никому не дам. И последний штрих. Мы берем болгарский перчик. В оригинальном рецепте там вообще не мерят о кусочке колбасы, которые смотрятся на том месте идеально. Как будто колбаса вообще для этого и была рождена. Но так как у меня колбасы нет и покупать ее было бы слишком дорого и я вообще не видела здесь такой нашей украинской докторской колбаски. Я решила сделать то, что мы сейчас будем делать из перца. Я беру такой кусочек полуровского перчика и вырезаю одно ухо. и нам нужно второе. Второе чуть не получилось. О господи, хоть бы она сейчас не распалась вся, конечно, эта мышь. Красиво! Глаза там делали из оливок, но я ненавижу оливки и маслины и все, что с этим связано. Поэтому у меня у мыши тоже будут красные глаза. Мыши же красные глаза, так что у нас все по канону. Кстати, кто у нас тут мышь? признавайтесь. Я мышь, но не по гороскопу. и все мышь, что мышь? Ребята, смотрите! Это мышь! Как же мило! Это... вот оно вроде ничего не... ну ничего особенного здесь не произошло. Мышка! Приступаем к дегустации. Мы будем лицо не трогаем, начнем с мягкой части, так сказать, лицом к зрителю, чем остальным ко мне. Котенько! Я дала ему постоять, я не сразу ем. Сейчас попытаюсь ухватить все слои живности. Достойный салат для любого стола, я вам скажу. Во-первых, мышь, во-вторых, вкусно. Если вы добавите шампиньоны, будет вообще класс. Все, я отправляюсь это доедать. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайк, если досмотрели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok